Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершаем чтение 2-го соборного послания апостола Петра для библейского портала экзегет.ру. Мы читаем 3-ю, последнюю главу послания. Апостол пишет, «Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Апостол подчеркивает, что пишет для напоминания, говорит, «Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл». Фраза, которая по-русски может быть не очень понятной, но на самом деле здесь имеется в виду очищенное сознание. Это очищенный разум. То есть он возбуждает очищенное сознание, вот этот чистый смысл, как говорит нам синодальный текст. И это означает, что прежде восприятием самого послания этот разум, это сознание действительно должно быть очищено. Человек, который не очищает своего сознания, который не стремится к чистоте, к чистоте взгляда на мир, к чистоте восприятия Слова Божьего, к чистоте собственной души, собственной жизни. Ему можно напоминать сколько угодно о том, каким он должен быть, о том, каковы заповеди, для чего Бог створил его. Но если он нечист, то все, что он слышит, все, что он воспринимает, он будет воспринимать как нечистый. И все будет в его руках, в его сознании, в его сердце становиться нечистым. Поэтому эти слова апостол очень важны. Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Он уже для этого должен быть чист, он уже должен быть очищен. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. И заповедь, которая передана вам апостолами. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. И говорящие, где обетование, пришествие его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающий так не знает, что в начале, словом Божиим, небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечистивых человеков. Первое, о чем напоминает в этом заключительном своем слове апостол, чтобы люди верующие, чтобы христиане, чтобы они были внимательны, и чтобы они не были пойманы, уловлены такими хитрецами и лжецами, как он здесь называет их наглыми ругателями, которые, следуя своим похотям, то есть, следуя своему представлению о комфорте, своему представлению о том, какой должна быть жизнь, они живут собственными желаниями. И чтобы успокоить совесть, говорят, а где же пришествие Божие? То есть, намекая на то, что его нет, и раз его нет, то, может быть, его и не будет, и значит, можно жить как угодно. У христианского писателя, лактанца, у апологета, у него есть рассуждение на этот счет о гневе Божием, и он приводит о мнении Эпикура, и он говорит, вот Эпикур именно так рассуждал, если богам все равно, как живет человек, если боги о нем не заботятся, значит, человек может жить, как хочет. Апостол Петр имеет в виду подобную логику, он говорит, что есть люди, которые смотрят на мир и думают, ну вот сейчас нет пришествия Божьего, и давно не было, и, может быть, и не будет, и если богам все равно, то мы можем жить, как хотим. И логика здесь дальше продолжается, они говорят, с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. И раз ничего не меняется, то тогда почему мы должны что-то учитывать, чьи-то слова, чьи-то желания, даже если их называют Божьими словами, или какими-то Божьими заповедями, кто сказал, что они именно таковы. Для апостола очевидна ошибка этих людей. Он говорит, что уже один раз был уничтожен мир, он был уничтожен потопом, и люди жили и думали, что все будет хорошо, люди совершенно не заботились о духовном своем состоянии, мы помним прекрасно, но и строят ковчег сто лет, и сто лет люди смотрят на то, как он это делает, смеются, издеваются, может быть, над ним, но при этом никак не меняются, конечно же, и потоп приходит неожиданно. Не случайно, кстати, апостол говорит здесь о потопе, потому что и Христос в Евангелии тоже сравнивает второе пришествие с потопом, когда говорит, что люди будут жить, как приноя, люди будут выходить замуж, жениться, будут рожать детей, и неожиданно придет День Господень. Однако для апостола важно напомнить, что эти люди ошибаются, он говорит, одно это не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. То есть Бог вне времени. Он не ощущает нашу историю, как долго длящуюся, такую тянущуюся, которая может надоедать, которая может казаться уже заканчивающейся. Он вообще вне, вне категории времени, как и вне категории пространства. И поэтому здесь даже, ну, вот это само выражение, там, один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день, это просто сравнение. То есть понятно, что речь не идет о том, что нам, например, 365 наших дней, это 365 тысяч лет для Бога. Нет, речь идет о том просто, что для Него это одинаково, для Него вообще нет времени. И поэтому Бог не медлит исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И апостол говорит, Бог не вмешивается в историю настолько явно, не потому, что Ему все равно, не потому, что Он занят своими делами, беспечен и вообще Ему неинтересны люди, а потому, что Он терпит, не медлит, не потому, что Он задерживается, где-то еще какие-то есть причины, а потому, что Он долго терпит. Почему? Да потому, что Он хочет, чтобы все спаслись. Здесь это сказано от противного, не желая, чтобы кто погиб. То есть Бог не желает погибели людей, но желает, чтобы все пришли к покаянию. И надо сказать, что это не только про какие-то будущие времена и не только про каких-то отдельных людей. Вот это желание Божие, оно действительно про всех, во-первых, а во-вторых, что важно понимать, это имеет отношение и к нам. Не только в том смысле, что Бог не желает, чтобы мы погибли, это, конечно же, очевидно. А мы, как чадо Божие, тоже не должны желать, чтобы кто-нибудь погиб. Такое встречается в среде христиан, когда люди говорят, ну вот, скорее бы кара Божия настала, скорее бы вот эти люди, там, наконец уже, где же ты, Господи, да, когда, наконец, они будут проучены. Так нельзя рассуждать. Вот для Бога, конечно же, есть люди, которые стремятся к Нему, и есть люди, которые не желают иметь с Ним ничего общего. То есть те, кого мы бы, наверное, назвали плохими и хорошими, точнее, хорошими и плохими. Но этих плохих, кого мы называем плохими, Бог, тем не менее, любит и тем не менее желает им спасения. И уж тем более, если мы называем себя христианами, мы тоже ни про одного человека не должны говорить. Скорее бы он умер, или скорее бы настала его погибель, или Господи, там, вот, на суде твоем, или там, ты будешь осужден. В поэтическом смысле, да, мы знаем, как, например, там, Лермонтов писал, ну, есть и Божий суд. Да, есть Божий суд, о нем можно напомнить такому человеку. Но сказать, ты будешь осужден, или я хочу, чтобы ты был осужден, просто невозможно. Потому что Бог не желает никому погибели, и мы никому не должны желать погибели. Далее. Апостол пишет, «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихией же разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят». И если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Господня, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихи растают? То есть апостол говорит, «Если все будет так страшно, то какой святой жизнью вы должны жить, если вы подозреваете и знаете, ощущаете, что день Господень придет, как тать ночью, то есть мгновенно, сразу, неожиданно, без какого-то ни было предупреждения. И ты должен здесь, сейчас навести порядок в своей жизни». Знаете, говорят, что в некоторых странах, вот когда ставят вопрос, надо ли умирающему человеку говорить, что он умирающий. Ведь, казалось бы, можно его пожалеть, чтобы он не печалился об этом. И если христиане говорят, «надо сказать, потому что человек должен приводить в порядок свою душу», то нехристиане говорят, «надо ему сказать, чтобы он приводил в порядок свои финансы, чтобы он успел раздать долги, чтобы он успел написать завещание». То есть, есть некоторое время, в которое человек может навести порядок. И вот апостол Петр говорит, когда придет день Господень, такого времени не будет. Никто не скажет вам, «ну вот теперь скоро конец света, миритесь с врагами, просите прощения, возвращайте нечестно полученное, прощайте собственных врагов». Ну и многое-многое другое, наводите порядок. Нет, день просто придет, и тогда придется отвечать за свои поступки. И поэтому апостол Петр говорит, что надо сразу жить нормальной христианской жизнью, чистой, благочестивой, быть ответственным в своих поступках. Впрочем, он говорит, «по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». И вот интересно, что перечисляя все эти ужасы и говоря о том, что все разрушится, стихи и планеты и прочее, он не говорит, что мы этого ждем, то есть мы не этого хотим. Он говорит, «по обетованию ожидаем нового неба и новой земли», то есть ожидаем новой жизни. И это очень важно. На что мы делаем ставку, чего мы ждем, к чему мы хотим, к чему мы стремимся. И вот мы не ждем разрушений, мы не ждем, как знаете, иногда говорят, «скорее бы этот мир прекратил свое существование, что он так плох, он полон страданий». Мир, в котором мы живем, остается миром Божиим, несмотря на то, что грех человеческий наполняет его тем, чем он наполнен, войнами, страданием, ненавистью и всем прочим, он остается миром Божиим. Мы смотрим на него с печалью, потому что он разрушается, потому что он постепенно, действительно, приходит к своему концу, но ждем мы не его разрушения, потому что Бог его сотворил, и мы его любим. Мы ждем нового неба и новой земли в том смысле, что мы ожидаем, что Бог предусмотрел нечто лучшее, как говорит апостол Павел в одном из посланий, предусмотрел нечто лучшее о мире. Он не закончится трагедией, в нем, в его жизни будет трагедия, но он преобразится, и будет новое небо и новая земля. И главное, что их характеризует, на них обитает правда. И вот это очень интересно, потому что людям все время хочется узнать, а как же там будет в раю, вот как же там будет в Царстве Небесном, что там будет на этих новом небе и новой земле, будет ли там приятно, будет ли там для нас комфортно, как там, что будет выглядеть, вот насколько там природа будет похожа на то, в которой мы привыкли жить, будут ли там животные и прочее, и прочее. И это все лишний интерес, ненужный, нам не открыто, апостол Павел говорит, не приходило то на ум человеку, что приготовил Бог любящим его. То есть, мы не можем представить себе, что это такое, но придумать ложные образы несложно, в разных мифологиях и религиях этих образов было достаточно много. Для апостола важно другое, он говорит, на них будет обитать правда. Вот для ветхозаветного общества было характерно такое понятие правда, которая означала не просто истину, как для нас сегодня. Я говорю вам правду, то есть, да, я говорю то, что соответствует действительности. Это правда Божия, в которой звучит и истина, и праведность, как правильные поступки, и вообще соответствие замыслу Божьему. То есть, иными словами, если бы мы пробовали перевести или как-то интерпретировать эту фразу, мы могли бы сказать не просто на них обитает истина и даже не просто на них обитает праведность, сколько на них, вот на этом новом небе, новом земле, все так, как должно быть. Потому что правда в самом глубоком смысле слова это так, как должно быть. Вот в этом Царстве Божием все будет по воле Божьей, все будет так, как Он устроит. И человек в итоге придет к тому, чтобы жить в согласии с этой волей. Далее апостол пишет, «Итак, возлюбленные, ожидая этого, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире и долготерпение Господа нашего, почитайте спасением, как и возлюбленный наш, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему при мудрости написал, как он говорит об этом, «И во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Вот апостол говорит, ожидая всего, о чем я сейчас сказал, то есть конца мира, его разрушения и преображения, постарайтесь явиться перед Ним, перед Богом, который придет, неоскверненными и непорочными в мире. И когда мы говорим, что мир сей полон зла и греха, перед нами встает вопрос. Вот апостол говорит, призывает нас сохраниться неоскверненными и непорочными, это вообще возможно? Возможно ли жить в мире и не согрешить? Мы знаем, да, из-за упокойного богослужения, что нет человека в мире, который жил бы и не согрешил, и что один Господь без греха. Но апостол говорит, постарайтесь явиться перед Ним, неоскверненными и непорочными. И если остаться безгрешными нам, особенно людям взрослым, которые живут активной жизнью, невозможно, практически невозможно, то стараться жить правильно, стараться жить благочестиво, чисто и непорочно мы можем, каждый в свою меру. И здесь долготерпение Божие как раз и существует для того, чтобы мы могли исправляться, для того, чтобы навык добрых дел, чистой жизни, чтобы он становился не просто нашей попыткой эту жизнь вести, чтобы он становился именно навыком, чтобы этот навык к нам приобретался. И долготерпение Господа почитайте спасением. То есть радуйтесь тому, что Господь долготерпит, потому что своей собственной жизнью вы можете подать пример другим. И тем людям, которые сегодня смеются над вами, вы, может быть, станете примером и повлияете на их жизнь таким образом, что они смогут сами измениться, покаяться и прийти к Богу. Интересно, что апостол здесь ссылается на Павла, на апостола Павла, как на своего брата и соработника. И вот он говорит, что апостол Павел в своих посланиях тоже об этом пишет, но в них есть нечто неудобовразумительное. Кажется странно, да, такой отзыв о посланиях апостола Павла, которые мы почитаем, любим, которые являются очень глубокими по своему богословскому содержанию. Что же такое может иметь в виду апостол Петр, который для того времени, несомненно, более авторитетен, он ближайший ученик Христов, наряду вместе с евангелистом Иоанном, например, и Павел в то время, когда это писалось, по всей видимости, он, конечно же, был тоже довольно авторитетным, но все же мы помним, как в некоторых посланиях он говорит, да, вот я апостол, вот они тоже апостолы, почему вы нас сравниваете, у меня тоже есть мое апостольское достоинство, мое апостольское призвание, то есть иногда ему приходилось доказывать, что он имеет право говорить от лица, от лица христиан, говорить как апостол, быть для кого-то авторитетным. И вот апостол Петр так говорит, да, что в его посланиях, в посланиях Павла есть нечто неудобовразумительное. На самом деле здесь речь идет, по всей видимости, о некоторой двусмысленности, то есть есть такие выражения Павла, которые невежды и неутвержденные к собственной погибели своей превращают. Вот это слово, которое здесь стоит, превращают превратно, да, то есть на самом деле можно перевести, как выворачивают. Слово может быть более грубое, но зато более точное. То есть они изменяют, перетолковывают их таким образом, что оказывается это уже не долготерпение, а действительно там попустительство, и в общем-то вы Богу неинтересны, поэтому живите как хотите. И вот явно совершенно, что Павел этого не имеет в виду, Петр это понимает, и Петр говорит, вот возлюбленный брат наш Павел тоже об этом пишет. Да, у него есть некоторые выражения, то есть заметим, что речь не идет о любых выражениях апостола, его учения о Христе, о спасении, о соотношении закона и благодати, и все прочее. Нет. Апостол Петр имеет в виду конкретные выражения апостола Павла, в которых тот говорит о последних временах, и по всей видимости, некоторые из этих выражений кто-то интерпретировал двояким образом, для собственной выгоды. И вот апостол Петр говорит, не обольщайтесь, Павел не имел этого в виду, Павел не имел в виду, что можно к своей погибели выворачивать, переинтерпретировать его писание таким образом, чтобы дальше жить расслабленно. Ну и завершает он эту третью главу и все послание следующими словами. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава ныне и в день вечный. Аминь». Ну, здесь все более-менее очевидно. Апостол просит не увлечься этими заблуждениями и беззаконников, потому что, конечно же, это очень удобно. Удобно найти себе такого интерпретатора, такого экзигета, такого толкователя, который расскажет тебе, что жить чистой, благочестивой жизнью не обязательно, потому что на самом деле Богу все равно, Богу неинтересно, человеческая жизнь, он вообще не просто, он не долго терпит, а просто занят какими-то еще делами и ты можешь жить как хочешь. Апостол говорит, «Нет, старайтесь этим не увлечься, но старайтесь возрасти в благодати и в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть еще подробнее старайтесь узнать замысел Божий. Это не подробность каких-то мелких скрупулезных правил, которыми человек может окружить себя в собственной жизни. Это познание замыслу Божьего, это познание главных заповедей, в свете которых все остальные заповеди приобретают подлинное значение и подлинный смысл. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok